Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Юрий Алексеевич Якушев, заведующий стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы. Виделись мы в прошлом году, в 2022-м, но вот наступил новый. И сразу же такой вопрос. А как врачи Новый год отмечают? Ну, понятно, что дежурный врач, он бедный, ну, вынужден, да, потому что больные люди всегда, к сожалению, есть. А вообще врачи есть какие-то традиции? И отмечают ли врачи, там, вот как вся страна, с 31 по фактически 10 января? Добрый день, Николай. Спасибо, что пригласили. Добрый день, уважаемые телезрители. Безусловно, врачи – это такие же люди, да, конечно. Что радует. Да, что им ничего не чуждо земного. И, конечно, они отмечают Новый год. Безусловно, как вы затронули, есть дежурная смена. Все стационары работают в круглосуточном режиме, независимо от времени года, независимо от праздников, независимо ни от чего. Как говорится, 24 на 7, 365 дней в году. Поэтому, безусловно, тех, кого это касается, дежурной смены, она выходит на свой, так скажем, пост, оперирует, лечит, принимает, выписывает пациентов. Эта работа не прекращается нон-стоп, и если в каком-то звене будет сбой, соответственно, тогда будут какие-то проблемы в этом отношении. А те врачи, которые находятся в тот момент дома, естественно, они за семейным столом, в кругу близких друзей, родственников, встречают все, как обычные люди, Новый год. И пьют за врачей тоже. Соответственно, за здоровье врачей, за здоровье пациентов, и мирного неба над головой. Ну, вот вы заведующий, наверняка люди, которые за что-то отвечают, все равно все время телефон рядом, все время как бы на таком, в хорошем смысле слова, стрёме, потому что в любом, как это вот у силовых органов, это называется усиление, по-моему, такая. И у вас тоже, наверное, такая работа сложная, потому что все время вы должны быть привязаны, как заведующий к этой работе. Безусловно, должность – это административная, она под собой подразумевает быть всегда на связи. По разным причинам. Это по причинам ИЧП, это по причинам госпитализации каких-то тяжелых пациентов, это и маршрутизация пациентов, это и, так скажем, какие-то, ну, скажем, политические пациенты поступают, которым нужно тоже уделять внимание, да. Это и вообще круглосуточная работа, безусловно, это всегда на телефоне. Плюс у меня было дежурство, дежурство 31 декабря, непосредственно, как руководитель всего структурного подразделения, которое называется Люберецкая областная больница. То есть был сделан большой обход, осмотр всех подразделений этой больницы. Никто не расслаблялся. Да, безусловно. И наш штат административных сотрудников, который там состоит порядка 7-10 человек, они в ежедневном режиме, один сменяя другого, 24 часа они были на связи и физически присутствовали на всех объектах Люберецкой областной больницы. Ну вот мы сегодня поговорим о вашем отделении, так как вы его представляете, или, так скажем, на примере вашего отделения. Почему? Потому что, ну, каждый из нас, вот это ощущение, что когда старый год заканчивается, с ним как бы, ну, желательно, чтобы какие-то проблемы ушли. Ну, не зря все как-то любой старый год, как-то так, давай-давай, уходи, мы вот ждем что-то новое, потому что все уверены, что в новом-то будет гораздо все лучше. Как бы можно все заново начать и что-то исправить, как-то по-новому взглянуть на жизнь. Если говорить о вашем профессиональном, о вашем, так сказать, профессиональном направлении, что вы ждете от этого года? Какие-то, может быть, новые, я не знаю, там, отделения будут открываться, какое-то оборудование. Вот давайте поговорим на тему, так сказать, хорошего взгляда в будущее. Хороший вопрос. Вы затронули, безусловно, да, есть какая-то черта, которую так или иначе мы с вами подводим, есть определенные периоды жизни и у человека, и, в общем-то, в рабочих моментах это тоже определенный период жизни, это год, да. Все мы сдаем годовые отчеты, мы отчитываемся перед Минздравом, Минздрав отчитывается перед федеральным Минздравом, как регион прожил, какие есть достижения и так далее, и так далее. Мы неплохо, кстати, прожили? Неплохо, неплохо. Мы, конкретно мы, прожили неплохо. Более того, Люберецкая областная больница признана одной из лучших в Московской области. Ну, мы же не зря об этом говорим здесь, у нас в студии. Это факт, да. Благодаря слаженной работе Дмитрия Павловича Семенцова, да, нашей команды, это одна из лучших больниц в Московской области. По итогам 22-го года. Что мы ждем от 23-го года на примере стационарного отделения номер 1? Стационарное отделение номер 1 – это достаточно большой комплекс больничный, который представляет из себя 8 отделений, самодостаточных, разнонаправленных. Продуманных. Продуманных, да. Для, например, отделения, представляете собой РСЦ, региональный сосудистый центр, да, который работает уже несколько лет, работает достаточно успешно. Так вот, в помощь к нему сейчас идет ремонт одного из помещений, в котором будет установлен второй ангиограф. Что это такое? Это аппарат, рентгеновский аппарат, при помощи которого, ну, я буду говорить языком понятным для телезрителей, при помощи которого просматриваются сосуды, устанавливаются стенты, то есть стенты расширителей сосудов в сердце при инфаркте миокарда и в головной мозг при инсультах. То есть прямо вот это все видно? Прямо это все видно. Более того, у нас этот один аппарат есть. И для увеличения мощности, для увеличения пациента потока, для увеличения доступности этой помощи уже в плановом порядке, не тогда, когда настигла беда, когда случился инфаркт или инсульт, а когда диагностировано это состояние, которое нужно, чтобы не случился инфаркт, избежать, и в плановом порядке пациент поступает, ему ставят стенд, обследуют, ставят стенд, и он, не дожидаясь инфаркта, с этой проблемой прощается надолго, а может быть и навсегда. О, как. Ну, я так понимаю, что... Ну, мы ещё отдельно, наверное, поговорим. Давайте сначала об оборудовании поговорим, а потом о людях. Это что касаемо, значит, ангиографа. Более этого, прямо вот на днях наше учреждение выходит на лицензирование для открытия отделения нейрохирургии. То есть у нас в Люберцове будет открыто отделение нейрохирургии на базе стационарного отделения номер один. Часть коек уйдёт от травматологического отделения. И это всё в рамках сосудистой патологии. То есть пациенты уже с геморрагическим инсультом, которые будут поступать, с травмами черепно-мозговыми, они будут оперироваться. Сейчас они маршрутизируются. Это манеки, либо другие центры, которые есть в округе нас. А так они будут оперироваться непосредственно у нас, на месте в Люберецкой областной больнице. Весь документарный, скажем так, механизм уже готов. А что вот как сегодня открывается? Получено оборудование. Как открывается отделение? Отделение, ну, есть определённые требования, да, к тому, чтобы отделение было открыто. Это площади, это штат, это персонал, это оборудование. А что из оборудования там будет какой-то особенный? Это особенное оборудование, это большой перечень специального именно нейрохирургического оборудования, которое мы в 22-м году получили, да, полностью получили, и готовы для лицензирования. Когда мы представляем в лицензионный комитет данные документы, они выезжают, говорят нам предоставить это оборудование, предоставить штат, предоставить площадь, указать, где палаты, где операционные, как это всё оснащено. Это в режиме реального времени. А кто это вот оборудование, простите, просто Кольмой вышел на такой разговор, о людях мы обязательно ещё поговорим, кто принимает решение, что вот нам нужно такое-то оборудование, нам нужен там такой-то аппарат, такой-то аппарат, этих два, а этот один, а этих лучше три, но возьмём пока два. Есть такое понятие, как порядок оказания помощи по тому или иному направлению. Вот существует порядок оказания помощи по профилю нейрохирургии. От простого к сложному? Там абсолютно, я более скажу так, по чёрному, по белому расписано, что вы должны у себя в наличии иметь для того, чтобы вам дали лицензию на нейрохирургии. Совершенно верно. Дальше мы смотрим. Там есть ряд оборудований, которые, допустим, перекрёстны с кем-то, с хирургией, с травмой, но в большинстве своём это специальные, только узконаправленные инструментарии и оборудование. И оно новое? Абсолютно новое, естественно. Мы даём заявку в Министерство здравоохранения, в областное, говорим о том, что у нас есть площадь, у нас есть штат. Хотим. Да, хотим. Естественно, безусловно, это согласовывается с главными штатными сотрудниками. Для нас это и являются сотрудники Института Моники имени Владимирского в Москве, нашего главного учреждения. Это всё согласовывается, говорим, да, у вас есть потребность. В ближайшем, допустим, регионе нет таких условий. Ну да, то есть вы ещё и другую регию. Это всё анализируется, анализируется... Местоположение. Местоположение, потоки, пациентопотоки. Мощность учреждения. У нас одно из... Вот я сказал, что оно одно из самых лучших. И оно одно из самых мощных учреждений. Мощность оценивается в коечном фонде. У нас больше тысячи коек учреждений. Постоянных коек. Постоянных. 1066, если быть точным, развернутых постоянных коек для оказания помощи. Всех видов помощи. Больше тысячи, если я не ошибаюсь, 4 или 5 больниц во всей Московской области. Включая нас. То есть тогда это получается огромная больница. Это очень мощная, очень большая больница. Соответственно, на это тоже Минздрав смотрит, смотрит на штатную структуру, смотрит на управленческую команду, принимает решение, что да, здесь есть перспективы открытия. И, так скажем, развитие и процветание отделения. Ну, я так понимаю, что ремонт и вся схема установки этого оборудования, коек, это все тоже каким-то образом детализировано, да? Это все детализировано, это все прописано. То есть как эти люди называются, которые вот здесь вот будут у нас так коеки стоять, а здесь аппарат будет стоять? Это как раз-таки и есть управленческий персонал, это и заведующий. То есть мой функционал – это функционал заместителя главного врача, это функционал главного врача, это и функционал в качестве консультативного, главного нештатного сотрудника, специалиста по нейрохирургии. Это Ильва Семенович Джаджихадзе, наш главный специалист, профессор из Манеки. И поэтому все это носит консультативный характер. И также у нас прописано все в порядке, какая площадь должна быть для того или иного помещения, какое оборудование должно быть. То есть не просто как здесь у нас цветочки будут стоять? Нет, все обосновано. Каждый шаг обоснован, почему так, а не иначе. А какие вот ощущения у вас, как у руководителя, у ваших коллег, что у нас будет еще одно отделение? Это как бы хорошо или это лишняя забота? Ну, тут вся медицина – это забота, понимаете? Она, в принципе, забота о здоровье. И в разных языках, если дословно переводить, это так и будет. Забота о здоровье. Это, безусловно, забота, это, безусловно, лишняя проблема. Но это, как вам сказать, показатель деятельности учреждения. Если у вас будет одно моноотделение, вы будете заниматься только хирургией, только терапией, это так и будет у вас. А тут универсализация некая. Конечно. Во-первых, это помощь для всего. Когда у тебя случился такой пациент, ты ни с кем не согласовываешь никакие переводы. Ты никуда его не тащишь. Ты просто перевел его в соседнее отделение, которое находится у тебя под боком, и оказал помощь. Это, во-первых, временной интервал. Пациенту практически моментально оказывается специализированная медицинская помощь. Та или иная. Та или иная, да. В зависимости от того, что у тебя есть, как говорится, под боком. Никаких проволочек с этим нет, никаких переводов. Поэтому все это сделают. Да, да, да. И для транспортировки. Потому что это тоже и временной интервал, и это и, ну… Человеческий фактор. Конечно, мелкие повреждения для пациента, потому что все равно транспортировка, перекладывание и так далее. Ну, это фактически, в хорошем смысле слова, такой медицинский конвейер, когда быстро можно решить проблему, когда человек поступает на… Преемственность это называется? Как? Преемственность. Преемственность, да. Ну, да. Я просто таким инженерным, как бы, языка сказал. Во второй части мы поговорим о персонале, потому что это очень такой важный момент. Тем более, что тема врача, отношения больного к врачу, пациента к врачу, это очень такой тоже, такая своеобразная тоже логистика человеческая. В финале же первого отделения нашего отделения сегодняшней встречи. А как со старыми дела? Есть, вот вы сказали, оборудование, где-то ремонт планируется, что-то, может быть, планируется подзакрыть в этом году? Нет, нет, нет. Ни от чего, естественно, мы не отказываемся. То есть тянем все на себе? Никакие отделения у нас не закрываются, они не перепрофилируются. Частично какой-то коечный фонд переходит от одного к другому. У нас второе развитие – это отделение реабилитации. Оно на другой базе, на базе Краскова, третьего стационарного отделения. Тоже будет открываться круглосуточно 30-коечное отделение. Да, уже был разговор. Да, и запуск его тоже запланирован. Хотели мы в конце года, не успевали мы технически. Запланирован на начало, прям ближайшее начало 2023 года. Это январь, максимум, начало февраля. Ну вот, поэтому здесь тоже есть не шагу назад. Понятно. Ну что, тогда сделаем сейчас небольшую паузу. Напомню, что говорим мы сегодня о стационарном отделении номер один Люберецкой областной больницы, которая, как мы выяснили, по итогам 2022 года, как вся Люберецкая областная больница, признана одной из лучших. А еще мы выяснили, что 4 или 5 таких больниц по количеству, по возможностям, на всю Московскую. Но есть чем гордиться. Но при этом, к сожалению, люди не перестают болеть. А кто их будет лечить в 2023 году, поговорим об этом во второй части нашей программы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А в гостях у нас сегодня заведующий стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы, одной из пяти самых крупных Московской области, как мы выяснили сегодня, Юрий Алексеевич Якушев. Еще раз здравствуйте, Юрий Алексеевич. И мы подвели итоги 2022 года. И в прошлом году мы говорили, выясняем, что у вас будет открываться новое отделение. Причем, как правильно, нейрохирургия будет называться. Такое сейчас востребованное. Я так понимаю, что отделение еще открывается, потому что больных все-таки много в этом направлении. Больных в этом направлении много. С сосудами у нас проблемы. Да, это и сосудистая патология как первичный фактор. Да, это по типу геморрагического инсульта. То есть, когда лопается сосуд и изливается содержимое, то есть, соответственно, кровь сдавливает мозговые оболочки, вызывает смещение головных структур. И здесь приходит на помощь, естественно, нейрохирург, который путем трепанации, удаления этой гематомы, перевязки поврежденного сосуда. Но я очень упрощенно рассказываю схему, для того, чтобы срединные структуры вернулись на место. Вот такой важный момент. Вы говорите об этом упрощенно. Для человека, который в эту тему не вникает глубоко, а сталкивается или с родственниками, или уж сам сталкивается в разном состоянии, для него это что-то такое невероятное. Как это с сосудами? Как это вообще все делается? Особенно, если впервые. Кажется, что это какой-то мини-подвиг все время происходит. Я к чему веду? Насколько специалисты, которые сегодня работают и будут работать в этом новом отделении, во-первых, вы же где-то будете искать, предлагать какие-то условия, и насколько эти специалисты сегодня действительно, в хорошем смысле слова, с точки зрения профессионалов, уже готовы ко многим вызовам, связанным с этим заболеванием? Да, действительно, отделение очень специфичное, очень тяжелое в плане работы, тяжелые пациенты. Ответственные. Ответственные. Все пациенты там достаточно тяжелые, таких, скажем, каких-то проходных, если так можно выразиться. Это все, в принципе, непроходное во всей хирургии. Но, наверное, хирургия, она особняком, в общем-то, состоит. Даже, наверное, еще большим особняком, чем онкология. Потому что в большинстве своем, в абсолютном большинстве нейрохирургии, это экстренная ситуация, да, есть и плановые, естественно, это и опухоли головного мозга, которыми тоже занимается тот же самый нейрохирург. Так вот, по поводу вашего вопроса относительно штатов, штат, он, в принципе, уже сформирован. Штат высоко-высоко квалифицированный, безусловно, в этом отношении нам помогает институт Моники, который является основной и научной, и практической базой для всей Московской области. То есть это будут не просто медики, а еще частично ученые медики, да? Да, да. Я так, опять же, в дилетантском смысле. Да, да, это будут именно ученые медики, это будут и практические, практические врачи, да, которые непосредственно ежедневно, каждый день стоят у стола и лечат пациентов. И это очень высоко квалифицированные специалисты, очень высоко квалифицированные. То есть которые в курсе, следят за всеми. Да. Что еще важно? Модные. Да, да. Модные доктора. Модные доктора. И вот тут тогда возникает вопрос, насколько сегодня, вы правильно абсолютно сказали, вот онкология, нейрохирургия, это всегда такое вот звучит, ну, почти как приговор, да? При этом со многими вашими коллегами, врачами разных направлений, от взрослых до детских врачей, мы выяснили, что сегодня при правильном и быстром обращении, во-первых, больного, да, при правильном подходе, при выполнении всех, скажем так, компетенций, которые есть, то человека можно все-таки как-то вытащить из этого состояния и, ну, по крайней мере, сделать его жизнь не такой тяжелой, как она была бы раньше. Это так? Это так. Это так. Это действительно так. И чем раньше это всегда было постулатом, чем раньше пациент придет к врачу с какой-либо проблемой, то вероятность того, что эта проблема будет решена, а порой безвозвратно, в хорошем смысле, да, то есть эта проблема исчезнет. Забудет о ней, да. Да, исчезнет из его жизни навсегда в хорошем смысле. Процент, во-первых, с каждым годом растет. И одной из, скажем так, отправной точкой оценки, опять так же, как сработал регион, является для Минздрава, да, это и продолжительность жизни, если мы вернемся в мою любимую онкологию, это его являемость на ранних стадиях, не когда он пришел уже с четвертой стадии, когда уже только палеотивная, там, химия, лучевая терапия, какая-то спасительная, она так и называется, спасительная операция, да, сальважная. Вот, поэтому, чем раньше пациент придет со своей проблемой к доктору, вероятность излечения порой навсегда выше, конечно, в разы. Тут же еще, наверное, важно в человеческом факторе, когда врачу еще нравится этим заниматься, когда он не просто делает свою работу, а он действительно узнает что-то новое, проходя через какие-то, ну, разрешенные эти, да, и то, что делалось, там, условно, два дня, он может это сделать за один час, там, или... Ну, то есть, не просто ученый, а человек, который любит свою профессию, свою работу и помогает пациенту быстрее, так сказать, пройти этот сложный путь. Это же важный момент. Это важный, абсолютно важный момент. Ну, это все, вот, все, что вы сказали, тут есть много разных составляющих. Ну, вот, в этой классе, да. Значит, ученый и практик – это, в принципе, два разных человека, да. Ученый, он занимается... Теоретик. Да, он теоретик, он занимается открытием чего-то нового, внедрением это в практику и так далее, и так далее. И на этом все дальше, его это не интересует. А практик, он, наоборот, наверное, как от ученого ждет чего-то нового, да, он посещает какие-то семинары, лекции, читает, смотрит видео, ездит на мастер-классы, если это хирург, да, он смотрит, пробует, делает, и он в этом живет, да. Это, как мы с вами сегодня уже отметили, так называемый модный доктор, да, который современно лечит, не забывая про, скажем, зарекомендовавшие себе методы лечения, но, тем не менее, он пытается, старается лечить современно и качественно. Безусловно, это так. Самое главное, чтобы у доктора, который, как вы говорите, самозабвенно, с живыми глазами подходил к пациенту, лечил его, чтобы не было у него самовыгорания. А, есть такое, да? Конечно, конечно. Это одна из самых частых профессий медицины, которая в большинстве своем несет вот этот вот моральный... Ну, потому что бесконечный поток. Бесконечный поток, он в любой профессии бесконечный. Возьмем мы токаря, у него тоже бесконечный, возьмем мы водителя, он бесконечно на дороге. Возьмем мы врача, мы вот постоянно с пациентом, постоянно мы в разговоре, постоянно мы в общении. Но пациентам единственное, что разный же характер. Они у всех разные характеры, да. Вот шофер, он со своей машиной. Правильно, но у токаря-то заготовка-то одна и та же. Да, да. А здесь все абсолютно с разным характером, с разным подходом и к жизни, и к делу, и к болезни. С разным подходом, понимаете? Кто-то подходит наплевательски, один момент. Кто-то чрезмерно, как говорится, болезнь-то выеденного яйца не стоит, а он вот все... С утра до вечера достает. Ну, можно так сказать, да, 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 да. Не обоснованно, и не уделяя ему какого-то там лишнего две минуты, начинает конфликтовать, вызывать на конфликт доктора, и так, который уже уставший и заведенный, да, писать на всевозможные там чаты, инстанции, совершенно необоснованные и так далее, и так далее. И такое тоже есть, и от этого мы, к сожалению, никуда не денемся. Поэтому здесь очень-очень достаточно проблематично. А это выгорание, вы решаете этот вопрос у себя в отделении? Ну, в каждой, я думаю, что в своей специфике решает это по-разному, да. В общем, нужно, естественно, дистанцироваться, абстрагироваться от профессии, да. Тем или иначе, кто-то уходит там больше в семью, да. Прям вот все, выходные его не трожь, не звони ни по каким причинам. А у кого-то хобби, кто-то там занимается бегом, профессионально бегает, марафлон у нас такие есть люди, да. А кто-то занимается спортом достаточно профессионально. Ну, в общем, хобби, оно обязательно должно быть, если это будет... То есть надо быть человеком во всем многообразии этого мира. Нельзя только зацикливаться на работе, потому что это может к неприятностям привести. Совершенно верно, потому что... Отдых должен быть, отпуск должен быть, учредование, да. А сколько сейчас отпуск положен? Ну, я не знаю, там, в зависимости, наверное, от... В зависимости от занимаемой, так скажем, должности в профессии, да, от 28 законных наших, да, 4 недель до 42, то есть еще плюс 2 недели, в зависимости от специальных условий оценки труда. Ну, и, опять же, тоже часто поднимающийся вопрос, возвращаемся к набору персонала, не только в новое отделение, а вообще персонал, скорее всего, меняется и по жизни, как бы, и по-прежнему, насколько я понимаю, Москва является таким своеобразным маяком, да. Да, идите к нам, у нас тут денег много, хотя, наверное, там другие есть проблемы, связанные с этим. Тем не менее, как удается, может быть, приглашать молодежь или удерживать старых специалистов у вас? Ну, опять же, это все та же популяризация учреждения, да, это, так скажем, и видеозаявки о себе, и общение очное, и в медицинских колледжах, и в институтах близлежащих. Это пусть будет и Москва, и близлежащие, там, в порядке, там, 200-300 километров от Москвы региональные, да, там, медицинские институты. Это участие и в фабрике вакансий, то есть полностью популяризация больниц, учреждений. Значит, такая торговая марка, в хорошем смысле слова. Да, да, да. Ну, будем завершать, нам остается только, у вас есть возможность обратиться, опять же, ко всем нашим телезрителям, которые живут, работают в городском округе Глюберца, ну, или как-то с ним связаны, чтобы они, в хорошем смысле слова, с радостью приходили на обследование, и если, не дай бог, с ними что-то случилось, чтобы они были уверены, что, видите, вот новое отделение открывается. Поэтому слово жителям. Уважаемые коллеги, уважаемые жители, безусловно, здоровье, терпение, взаимопонимание, терпение и к нам, к врачам, терпение к тем вашим проблемам, которые возникают у вас в жизни, благополучия вам пожелать, мирного неба над головой, чтобы все невзгоды остались уже в ушедшем, в 22-м году, чтобы только самое на лучшее у вас происходило и множилось. В случае необходимости, в случае подрыва, скажем так, здоровья или даже каких-то попыток его подрыва, мы всегда рады вас встретить. Все двери наших учреждений, а это 12 поликлиник, 3 стационара и онкологический центр, мы готовы вас в хорошем смысле принять, встретить и оказать всю посильную помощь для того, чтобы ваше здоровье только умножилось и процветало. Спасибо огромное, Юрий Алексеевич Якушев, заведующий стационарным отделением номер 1 Люберецкая областная больница. Ну а в вашем лице всех врачей с наступившим 2023 годом. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова